Всем привет еще раз! Дорогие друзья, этот ролик я хотел бы посвятить и назвать его трудности выбора. О чем я хочу сказать? У меня два вида смеси. Гипсовая смесь лобный гипсоактив, цементная смесь края 521. Зачастую нас при замере, при заявке очень часто спрашивают, какую выбрать смесь для штукатуривания живых помещений, для штукатуривания санузлов, благостойких и прочих помещений. Так вот, дать однозначно ответ на этот вопрос сразу, сходу довольно-таки тяжело. Нужно обратить внимание на некоторые вещи. Первое. Для чего будет использоваться помещение? Если это действительно санузел, сауна, парилка, благостойкие помещения или же это фасад, здесь, естественно, напрашивается сразу ответ, что лучше использовать смесь цементную. Однако, есть нюансы. Один из них, вот наглядно хочу вам показать, это стена из паратерма. Она ребристая, но при всем при этом, она довольно-таки гладкая и довольно-таки скользкая. Что мы знаем о гипсовой и цементной смеси? Цементная смесь весит довольно-таки много и ее пропорция на 1 квадратный метр при слое 10 миллиметров составляет 14 килограмм сухой смеси. Тогда, когда гипс 9 килограмм сухой смеси. Разница ощутима. Так вот, для того, чтобы весь этот вес удержался на стене, нужны некоторые параметры. Первое. С этой стены, когда она гладкая, она еще загрунтованная, слоя более 20 миллиметров цемента, они просто будут отпадать, они не будут держаться. В отличие от гипса. Гипс более легкий, более липкий, он здесь держаться будет хорошо. Так вот, для того, чтобы, например, на паратерме или на другом гладком рядовом кирпиче, я сейчас вам его покажу, он у нас здесь есть, использовать цементную смесь, нужно сделать набросок. Что такое набросок? Есть специальные составы, они так и называются набросок. Эта смесь наносится также при помощи станции, то есть она просто вот так набрызгивается на поверхность, создавая, вот как, например, шов вкладочный, такую вот неровную шершавую поверхность, за которую потом вот этот слой цементной смеси будет держаться хорошо. Соответственно, если есть задача использовать цементную смесь и есть гладкое основание, выход есть это использование на воздействие. Еще есть один вариант смеси, к сожалению, здесь сейчас у меня его нет, называется это влагостойкий гипс. Мы используем старатель оптимум в наших роликах, я часто об этом вам рассказываю. Это очень универсальный вариант, на самом деле он подходит, ну, практически в любых случаях, когда у нас гладкая или негладкая поверхность, и когда нужно аж в какое-то негастойкое влажное помещение, как вариант подумайте об использовании гипсовой смеси с парателем оптимум. Вариант классный, мы используем ее уже много лет, нареканий никаких у нас нет, обратите внимание. Поэтому, подводя такой небольшой итог, для того, чтобы понять, какую смесь использовать, нужно понять, какое есть основание, как правильно подготовить это основание, и потом принять решение об используемой смеси. Будут вопросы, задавайте ответим.